Планировал говорить свидетельство, но перед служением получил понимание, что есть о чем засвидетельствовать. И потом в молитве, когда поклонялись, когда шло прославление, прямо пришло даже слово. Я сейчас хочу просто высвободить для церкви. И вчера вот после хвалы было слово хорошее от церкви. То есть это была молодая церковь Иерусалима, у них четвертое служение было, они только начали в Пловдиве. И хорошее было слово, кстати, да, вот друг Павел Плохотин, говорит Геннадий, он говорил слово, и он одну из вещей говорил, что в первоапостольской церкви было утешение от Святого Духа постоянно для верующих. Я верю, что мое короткое свидетельство, мое сегодня, это для утешения для церкви, для утешения от Духа Святого. У нас с женой, и еще одну вещь хочу сказать, что каждое свидетельство, каждая наша, точнее, победа, это должно становиться свидетельством славы Божьей. Когда мы приобретаем какую-то победу, это не для того, чтобы, о, класс, все преодолели, а для того, чтобы выйти, допустим, перед церковью и сказать, есть свидетельство. Или выйти к друзьям, там, ну, где угодно, и засвидетельствовать, что у меня была проблема, и Бог дал победу. Вот у нас была проблема около пяти лет назад, это было с детьми. Почему свидетельство родилось? Мы вчера возвращались обратно в машине, он с Антоном ехали, и дети так развеселились сзади, такие веселые, классные. Я говорю, какие у нас классные все-таки дети вообще, реально радуюсь, какие у нас классные дети. И сегодня во время поклонения, прославления мы стоим, здесь Анита, здесь Богдан, и я смотрю, какие классные дети все-таки у меня. Вообще реально послушные. Конечно, иногда сегодня они там что-то поссорились, но вообще, в принципе, очень хорошие дети. И вот пять лет назад мы с женой очень сильно молились и боролись за Аниту, ей было около двух-трех лет. И знаете, может быть, это возраст, может быть, что угодно, но для нас, как первый ребенок, это была большая проблема. У нее были реальные как проявления, то есть она могла рычать, там, во время прославления она начинала там что-то, там, знаете, как это, кошмарить, как говорят, да, там, ну, мешало реально. И мы ходили к служителям, приносили к пастору, к лидерам, мы сами посты брали, мы молились, и постоянно, знаете, мы ничего не делали, мы только отдавали ее в руки Божьи. И сегодня, я вам скажу, через, по истечении пяти лет, я смотрю, ни следа не осталось. Слава Богу. И второе свидетельство, это Богдан, да, вы видели, мы уже в этой церкви два года, вы видели иногда Богдан, еще, может быть, полгода назад, он выходил на эту сцену, когда за детей молились, и у него были нервные тики небольшие. Мы водили Геннадию тоже его на консультации, делали углы укалывания для успокоения и так далее, но важно, что мы все то, что мы делали, мы отдавали его Богу тоже. Мы молились, мы постились, мы верили, и знаете, мы какие-то делали мероприятия, как бы, чтобы ушел стресс, но самое важное, что мы делали, мы всегда его благословляли, отдавали и молились. И сегодня тоже Богдан выходит, я смотрю, ни следа нет. Можно сказать, что мы его не лечили, в принципе, но мы отдавали Богу. И то утешение, которое я хотел сказать от Духа Святого, когда мы сегодня поклонялись, когда мы молились, я стал молиться на иных языках, и у меня пошло распознание своих иных языков, и то, что Бог сказал, то, что Бог сказал, Он сказал, я верю, что не для меня, а для каждого, кто сегодня, может быть, проходит какую-то борьбу, у которого есть, может быть, серьезная какая-то проблема. Может быть, это финансовая проблема, может быть, это проблема здоровья, может быть, это проблема неспасенных близких, может, это какая-то ситуация, обстоятельства, которые давно у вас давят, бремя какое-то, может быть, это в семье у вас какие-то неприятности. Знаете, Дух Святоселенный утешает свою церковь и говорит, «Я помогу тебе все пройти». Он говорит, «Я тебе помогу все пройти, я доведу тебя до конца, я с тобой в этом, я буду тебя защищать, я благословлю тебя». И то, что Слово Божие говорит, «Я все могу, выкрепляющий меня Иисусе Христе». И давайте мы сейчас вместе скажем это простое слово, «Я все могу, выкрепляющий меня Иисусе Христе». То, что говорил сегодня Господь через Геннадия, «В Иисусе Христе мы все можем». Мы не могли изменить наших детей, но мы отдавали его Богу, Иисус Христос изменил наших детей, я верю, эти неприятности, они ушли и не вернутся. И те неприятности, которые вы сегодня отдадите в руки Иисуса Христа, в руки Бога, они уйдут, вы их преодолеете, я вдохновляю вас в церковь, вдохновляю себя, потому что я сидел и думал, какие сферы у меня еще есть, которые я бы отдал бы так, штук пять насчитал, потом перестал. Есть еще что отдавать в руки Божьи, и есть что сказать Иисус, я прошу у тебя, чтобы этот вопрос ты решил, я прошу у тебя, чтобы этот вопрос ты решил, и я верю, что вот каждый этот вопрос, потому что сегодня Дух Святой сказал, Дух Святой сегодня говорит тебе, лично, тебе, я помогу тебе пройти это, я доведу тебя до конца, и я дам тебе победу в этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо.